Увидишь все, да? Можно поправлю, чтобы все тихо нельзя. А что, какой? Вот этот? Ну поправь, поправь. Нормально? Все? Да? Хорошо? Готовы? Поехали. Поехали. Мотор? Уйдет у всех. Здравствуйте, друзья! Мы с вами в Барнауле. Игнатий Тихонович Лапкин. Один называют его святым, другие сумасшедшим, а богослов Андрей Кураев назвал лучшим миссионером из ныне живущих. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Добрый день. Вот такую оценку дал вам весьма не глупый человек Андрей Кураев. Как вы к ней относитесь? За чужие слова как отвечать? Ну, вы с ним согласны? Никогда об этом и не думали. Потому что я отдаю свою жизнь на суть Богу. Люди могут судить и так и так, а дело покажет. Потому что мы еще в пути. Поэтому, говорит, взяляя на кончину жизни, подражайте вере. Кончины еще нет. Поэтому... Вас не вызывает обиды то, что некоторые, вот когда я сообщил о том, что еду в Барнаул, стали говорить, да что ты едешь к этому сигналу там, да? Как вы справляетесь с этим? Вызывает это у вас раздражение? Мне некогда думать об этом. Потому что первое послание к Коринфянам апостол Павел 4 глава 5 стих говорит так. Не судите никак преждевремени, доколе не приет Господь и не осветит сокрытое во мраке. И тогда будет похвала каждому из нас. Мы еще в пути. И поэтому, как сказать, я сверяюсь во свете Библии у меня. Все ресурсы, и ютуб, и сайты, и форум. Все во свете Библии. Вот это... В чем вы видите свою миссию? Вот. Ведь у вас же есть... Вы сказали, что в детстве, в детстве вы почувствовали Бога. Что вы избраны Богом, вы поняли это в детстве. Слово «избран» я специально покажу сейчас. А которые протестуют, у них ничего нет. У Василия Великого, вообще известный такой святой. Они трое идут. Василий Великий Григорий Богослов-Анзлатаус. У него брат был Григорий Низский. И он, когда угадала его сестра Макрину, стал писать. Они все канонизированные. И написал, вот так-то было она. Она даже умылась, на твое тело не смотрела, а руку под одежду застрогала. И там поднимилась. Ну, у нее была какая-то верет. Что за верет, не объясняется. Ну, может быть, раковая опухоль была. И вдруг она исцелела. И он выразил так. Когда я им пришел, говорит, сейчас в ее житие, не верят. А почему не верят? Люди верят только в то, что сами могут совершить. Так. И они, если я говорю... Нет, я же не говорю, верят или не верят. Я просто спрашиваю, как это произошло? Как вы это почувствовали? Я почувствовал, как, допустим, три года. Да. Ну, что в три года можно чувствовать? Я чувствовал, у меня внутренняя потребность молиться Богу. В три года? Ну, в три года, может быть, два с половиной. И уже Бог молится? Да. Я не могу это объяснить. Это необъяснимое чувство внутреннее. Семья большая, десять детей у нас, ну, тогда было меньше трое. А я чувствую, что не хватает. Вот, не хватает. И поэтому я старался удалиться где-то и хоть кратко помолиться. Я очень рано начал читать, это пяти лет было или не было. И там большие поля, вот такие, псалты была. Я уже оттуда все это выписывал и заучил молитвы. Никто не заставлял. Мать на работе, отец чуть-чуть верующий где-то. Если я иду полем, то мне хочется даже наклониться и послушать, как растения тянут сроки эти в себя. Как птица летит. Я знал столько птиц, это никто не верил, что столько у нас птиц. Я мог перечислить 47 разных названий. Все гнезда, это все мое. Первая книга, которую купил, когда сдал там Сусликину шкурки, это артисты, орнитология. Это моя стихия. А это все небо. Почему я голубей держу? Три голубятни. Вот из «Алтайская правда», губернская газета. И Наталья Сохар написала, на развороте вот так, у злого человека голуби не водятся. И которые на меня говорят, у них ни одного голубя нет. А у меня три голубя. Ну а что есть голуби в Москве? Голуби – единственный живой организм, который определяет человека. Да? Да, и голуби. Серьезно? Серьезно. В Риме они просто свод на голову. У злого человека голуби не водятся. Даже в заключении которого он случайно попал, подсунулся где-то. Это нельзя объяснить. Вы пять тюрем прошли? Да. И я везде встречал голубятников. И они все отличаются от людей. Я уверен, что Наташа Сохарева, она тут премию губернатора получила. «Алтайская правда» работает. И она эту статью. Потому что злого человека голуби не живут. Вторая статья. Это я подтверждаю это. Но вы знаете, я когда читал вашу книгу, где вы пишете о заключении, почему-то к вам относились особенно. Вам давали наволочки, вам давали простыни. Даже уголовники серьезные вставали на парашу, чтобы покурить в окошко, пока Игнатий молится. Ну что я могу сказать? Это вы не читали. Я завтра вам книгу эту подарю. Надпись. Да. Вам книга будет своя. Слово Божие нет уст. А я сейчас подарю. Я купил часы московские. Такие, знаете, мне кажется, что их не стыдно носить православным. Они такие вот. У меня такие же есть. Да? Прямо Москва написано? Мы там еще сделали надпись, там выгромировали. Вот Москва. Видимо, такое есть что-то. Вы примите? Нет, нет. Нет? Нет, я не ношу их. Ну, это же подарок. Нет. Доходы у меня встали лежат те мои. Новые лежат. Даже не одни. У меня дали мне, подарили телефончик этот. Я в нем, когда надо время... Знал бы я его телефончик. А телефончик тут взяли? Никогда. Да. Нет. А уже же они подарили? Ну, подарили. А нашелся тот, кто оплатит мне, чтобы в интернете работать. И он знает, что у меня нет такого. И магазин завел, ничего не говорит. И сразу деньги платить. Я сразу отказался. Он постоял. Сдай. А теперь выбери самые-самые дешевые. Я никому не звоню. У меня нет денег. Звонки я не делаю и куда-то. Поэтому у меня не просто экономия, а нуль. Но это по православному. Я так живу, и вся моя жизнь на этом прошла. Конечно, сумасшедшим. Представьте себе, что люди считают Священное Писание. Господь говорит, проклятием вы проклятые люди. Вы все обкрадываете меня. Кого меня от Большой Бога? Господа. А что я сворвал у Него? Десятину. Мы заработали 100 рублей. Нет, 90. А Господь предложил 10 рублей и говорит, иди отдай нуждающемуся. А она нам не понадобится. Согласен. Да не согласен тут. Согласен. Это и пророк монахий говорит. Вторая, третья глава. Это от меня не зависит. Но вот я первый раз это услышал, когда... Ну, сидело, допустим, в то время как 500 человек собрали. Ну, сказали да и сказали. Но у меня не так. У меня что-то как перфокарта какая-то. И я хочу, Господи, тебе служить. Я с первого дня 23 года. В это время я уже добиваюсь разрешения с высшим мереходным училищем. Я сдал три курса за год. Это я знаю. По выбору как есть английский, немецкий, там французский, испанский занимался. И это все можно прочесть о вас в интернете. Да вот что значит здесь. Я сижу 23 года. Десятина. Мне никто не говорил. Внутри меня как бы голос. Если правильность ваша не превысит правильности книжников-арисеев, то они платили десятину. И меня как-то под локоток трогал. А я буду отдавать девять. Правильно. Девять. То есть из 100 рублей я 10 рублей оставляю. И я так прожил 56 лет. Вопрос можно? Ну вы поняли? Я знаю, что сумасшедший. Я понял. Нет, не сумасшедший. Он мне на двух, на трех работах ставит. Нет, не сумасшедший. Это нормально. Я думаю, что если это принцип и жизненная позиция, любой человек может жить так, как он считает нужным. Но вы не найдете больше такого дурака. Ну знаете, у меня нет цели искать дураков. И я приехал не к дураку. Жалко конечно, я думаю, что москвичи сейчас обиделись конечно, чтобы подарок не взяли. Ну ладно, это принцип. Скажите мне другое. Ведь помимо материальных ценностей, которые можно копить в сундуках, есть другие ценности и другие користи. Вот, например, тщеславие. Ну? Вот я же откуда узнал про реплику Кураева, что вы лучший из ныне живущих? Это же вы мне прислали видео. Что я написал? Вы мне просто прислали видео Кураева. Да я не посылал, а вообще на вас не выходил ни разу. Я могу вам это прочитать. У меня же ваши смски. Ну ладно, не в этом дело. Есть такой грех? У вас есть грехи? Мы все согрешаем. А в чем вы грешите? Мне кажется, что нечему просто придраться. Ну, внутренний голос мне подсказывал. Даже сейчас вот ехали, что-то мне человек рассказывает, что я не обратил внимания, когда были все, и не обратил внимания на какого-то человека, а он нуждался. Я не почувствовал, что в этот момент мне надо было его отделить отдельно и отдельно побеседовать. И он уже ушел. И это моя вина. Никто этого не знает. А меня совесть уже остудила. Я же вспоминаю, как все было, уходили. Я на него что-то смотрел и подумал, почему-то мне нравится этот человек. Но я побоялся подойти. А теперь, оказывается, это был решающий момент. Я должен был подойти и сказать им о Боге. Вы знаете, мои друзья очень православные люди считают вас огромной православной личностью. Огромной. Но в то же время иногда кажется, что вот, знаете, есть выражение микроскопом забивать гвозди. Да? То есть такой колоссальный человек, который столько знает, который столько прошел, Сидит в Барнауле в своей общине. У него есть интернет. Да? Но у меня подписчиков больше. У засранцев, которые ничего не понимают в этом. А? Вам не обидно, Иградий Техович? Ну, видите как. В них количество Бог смотрит. Вот сегодня, допустим, я скажу, умер Сергей, парализованный который. Это сегодня три месяца, как он умер. Но через него, через неделю я узнал, он два сделал чат-рулетка где-то. Я туда заглянул, а там Содом и Гаморра. Я понял, я там нужен. Я помолился и сказал, Господи, Сергей умер. И вот Алан, дай мне. И вдруг у меня все как будто переменяется. И за это время я уже сделал где-то 340 роликов. Ну это правильно. Ну и что? Бесед. Почему? Новые люди. Какие новые люди? Которых я не знал никогда. Ну вы просто первые в интернете, поэтому у вас какая-то повода. В интернете я первый. Нет, ну я верю, вы туда зашли, вы увидели, что там есть подписчики и Содом, но их мало. А в духовном маяке у Головина 200 тысяч. Ну что? Каждый день. Мне не равняться, я без священника. А Головин-то, кстати, про вас говорит, что «О-о-о, Лапкин-то, о-о-о-о». Ну он тоже хватил, что Лапкин там, и я поеду, я сам у него учить. Учеников у меня записался. Какой смешный удар. А что вы думаете про Головина вообще? Про всю эту историю с его извержением и так далее? В первую очередь, все надумано, все греховно. И главное, что я материал подготовил, засчитать несколько мест о том, что он против этой по соглашению молитвы. То есть вы против молитвы по соглашению? Он еще не родился, у меня уже это было. Прости, Господи. Я 56 лет, и сейчас у нас в Америке, в Австралии все молятся, чтобы я с вами встречу провел как? Только сказали, уже видимся на ногах. А я еду, вот как вам идея, к Гробу Господню. И мы будем делать молитву по соглашению и с Болгаром, и с Храмом и Гором, и с Гробом Господнем. Здорово? Ну это я не знаю, я просто дома, и вчера знали об этом. Так вот. Читайте. Все молятся, там, Алексей Викторович, как там, что и. И друг другу назначают какое время, какую карту читать. Я вообще не участвую нигде, но я участвую без собой в молитве. Читайте. Вот. Вы себе это, если могли бы, записали. А у меня все пишется на видео. Это всем, которые нападают на него. Я не хочу называть их там... Сидит один там такой... Ну, на выдворке. Эти его ученики. Ну да. И он священник сидит. Он кичится священник, и теперь начинает молитву, по соглашению со всех сторон ее обколупывать. Что же делает там? Да. Что это? Это как манифестация со знаменами. И начинает говорить. Я вижу, он не знает Бога. Он неверующий богохульник. Он, если бы Библию-то читал. Вот она у меня Библия. Вот она лежит. Открой ее хоть один раз. А почему? В Евангелии от Иоанна 12.48 говорится. Господь сказал, я не сужу вас. Слово, которое я говорю, оно будет судить вас. 56 лет назад мне эти слова в первый день попали. И я понял, моя грамота, что я делаю, это все пустое. Прочтите. Книга Испирь, 4 глава, 3 и 16 стихи. Когда они поднимают народ на молитву. Когда нависла угроза еврейскому народу истребить его. В фильме есть Испирь. Чудесный этот момент, когда они буквально задыхаются в молитве. Один тут в пепле и прахе, а она царица в это время. И как они молятся. Молитва по соглашению. Пускай смотрят эти враги. Они восстали против Бога. Он их разбудил, Отец Владимир. Этих людей. Им надо сегодня плакать и рыдать. Что они делают? Это враги Божии. По-другому не назовешь. А вот один Илья молился, где ни один рядом народ стоял, его поддерживали. Он не знает. Вы знаете? Найдите его, кто это говорил. По имени Георгий. Я знаю. Вот ему на меня только сказали обо мне. Он сразу же там еретик, псевдо. Он знает где. А вы знаете, что этого Георгия недавно чудо было? Сейчас расскажем. Рассказываю чудо про Георгия. Георгий сам про себя рассказывает. А рассказывает следующее. Пришла к нему женщина со слепым мальчиком. Да? А мальчик к операции готовится. И вот как исповедрились у отца Георгия, мальчик то и прозрел. Видали-ка? Игнать Тихович. У вас прозревали? У него снег. А у него-то прозревали. Фильм «Остров» как раз об этом говорит. Да. Вы не рукополагаетесь как священник. Смотрите. Исперь. Общая молитва. На весь народ. Это молитва по соглашению. Объявите пост. Пост – это молитва. Они просто не ездят где-то. И мы видим, как Бог отнимает сон у царя. Он среди ночи просыпается. Считает из библиотеки. Приносит и прямо про него читает, что он избавил ее и не отравили. А что делать? Ничего. А потомки будут читать. Что обо мне подумать? Немедленно. И он ему задает вопрос. Когда Аману. Что бы сделать тому, кого хочет царь возвысить? Ну кого? Меня. И он начал говорить на царского коня, царскую одежду. Вот идите, верили. Сделай. Мардахею. Вот они на сегодняшний день это празднули. Пролетел. Дальше. Второе послание Коринфянам 1.11. Он говорит. При содействии вашей молитвы, дабы по ходатайству многих я был возвращен вам. Это самая настоящая молитва по соглашению. Павел сидит в вузах. Да его молитва выше всех. Нет. Он пишет целой церкви. Эта церковь разносит по всему миру. Помолитесь обо мне. Но это молитва по соглашению и массовая. А Георгий-то как раз против. Нет. Это тот такой. Он сквернит это все. Он не знает. Далее. 1 Фессония 1.5.5. Братья. Молитесь о нас. Это в чистом виде молитва по соглашению. Все знают. Раз сигнал дам, все на молитве. Церковь молилась усердно о Петре. И в это время Бог его освобождает. Теница раскрывается. А есть такая загадка. Где верующие верили, а когда получили, не поверили. И когда постучался на служанка рода, там Петр стоит. И все, он двумелетый. Его завтра казнить будут. А там за него вместо шестнадцать страшников, которые не укоролили. Они будут казнены. И дальше. 2 Коринфянам 9.4. Молитесь опять же. И я молюсь за вас, за всех. Я выбрал те места, чтобы люди знали, что там не знают, что говорят. 2 Фессония 3.1. Молитесь за нас. А ты чего? Чтобы слово через нас распространялось. Не просто мы там Акацию считали, а чтобы живую пропасть мы были свободны и кинули в этот мир. Но мы еще завтра об этом поговорим. Да. Дальше еще. Одну секунду. Деяние 17.5. Идайте. Мои подписчики в основном очень хорошо относятся к отцу Владимиру. И вы уже убедительно сказали. Но вот, что касается Георгия и Ижи с ним, я позволю себе вашу цитату. А вы мне потом, если она правильная, объясните, почему вы так говорите. Это касается русской православной церкви, точнее говоря, иерархии. Патриархийная кодла, шпана подзаборная, полумертвые, звери кровожадные, бешеные волки, бешеные псы, бесноватые. Все заблевывают. Одна дикая бесовская ненависть, злобные нечестивцы из ада. Сатана выскочила из происподней, самые ярые из миссионерских отделов, скорпионный дух, изменники предателей, сердианцы, антихристы, демоны. Болевочные все заполняют. Более злобного антрозия нет на земле. Ну и так далее. Чего вы их так чихуете? Не знаю. Что я могу сказать? По каждому определенному случаю человек показал, кто он есть, и было сказано. Они нападают, совращают людей, не дают познать истину. Я открываю, вот к яму крестителю подошли, и он говорит, змеи, порождение ехиднины. Я вижу, это они делают, я беру фразы. РПЦ ваш друг враг или так? Кто? РПЦ. Русская Православная Церковь. Думаю, прав, это наша церковь. Ваша церковь? Конечно. Но у вас же РПЦЗ, нет? Ну что, так это одну теперь. Просто, а вы к какой церкви принадлежите? К РПЦЗ или КРПЦЗ? К РПЦЗ. Да, конечно. Есть у меня письмо, подписанное митрополитом Восточно-Американским Нью-Йоркским. Да знаю, я там все не тратить время. Вы-то знаете, ясный петь, да? Зрители не знают. А там написано, что Игнатий Латкин неоднократно обращался к моему, бла-бла-бла. Поэтому подтверждаю. Первое. Община в Патериатике не относится к церковной юридикции РПЦЗ, то есть Русской Православной Церкви за рубежом. Второе. Претериатик Брат и Архив Латкин не имеет нашего благословения на совершение богослужения. В храме это стоп-мученик. Ничего этого нет, это обман. Брехня? Он приезжал сюда, и вместе были. Ну вот оно, безмогут. Я что могу сказать? Это Дулевич там. Это нарисовали просто. Да что угодно можно нарисовать. Да. Лучшие отношения сохранились. Теперь смотрите. Мы читаем Евангелие от Иоанна 10 глава. Показано, когда приходит волк и расхищает. А наемник, наемник говорит, это не пастырь. Он говорит, бросает и убегает. И вообедство расхищает. Вот решение было о признании друг друга канонически верными, благодатными. А о каноническом признании ничего другого не было. Два всесоюзных совещания было, и оба были. В Америке когда были. И там не было этого ничего. Нет. Даже слова о соединении не было. У нас произведет часть. Нет. О, спрячьте. Не было ни одного слова. А я заранее сказал. Нужно повредить было собрание. Как вы смотрите на это? На признание, что они благодатные. И мой ответ был такой, что мы не попадаем сюда. Мы всегда признавали благодатные. Речь шла о других где-то общинах. Мы с первого дня признавали это. Значит, нам никак и не относится. Но если здесь зайдет об объединении, мы категорически против. А теперь решение, которое о каноническом признании тогда не признавали, когда мы это собрание проводили. Мы сказали, как примут они, и мы сразу покоримся. Покоримся, чтобы не выродиться в сердце. И мы так и приняли. А вы верите в знаки Божьи вообще? Как? В знаки Божьи. Ну, что нет случайностей. Ну, не случайностей. Что все как-то... Ну, что все имеет какое-то значение. Да это от вечности имеют. Это в 138-й псалом. Говорит, Господи, зародыш мою или отче Твою. Еще не было ни одного дня у меня. Но в книге Твоей все записано. Вот так, Давид говорил. 3000 лет назад. Просто знаете, какое странное совпадение? Я когда еду куда-то в другой город, я всегда ищу лучшую студию. Ну, где можно снимать человека, да? И мой директор стал искать лучшую студию Барнаула. Нашел вот эту. Знаете, как она называется? Секта. Вы тоже об этом думали. Я вообще обалдел. Или специально уже... Нет. Это правда. Это никто безговаривает. Люди уже спрашивают. В интернете разговор идет. Это специально подделали? Да хоть тысячу раз секта говорите. Не секта. А какое наказательство? Я объясняю. Вот идея эта, это признание. Тогда об обвинении речи не было. Идея Владимира Владимировича Путина. Когда он за рубежом. Это его невероятный успех. 362 места за рубежом сделали ставками. Хоть сегодня будут работать. Серьезно? Ни один КГБшник такого успеха не имел вместе взятые. Одним махом 365 точек за рубежом, которые на тебя будут работать. Это круто. Я о Путине говорю. Я понимаю. Вы о симпатии относитесь к этому. Я просто анализирую и показываю. Никакого отношения не имеет это. Но когда речь там шла, наши люди там были, не давали ничего записывать. Я правильно понимаю, что РПЦЗ и пятая колонна там? Они это все знают теперь. Тогда они близки к этому были. Я там долго был. И монастыря. Я знаю этого. Я знаю в Америке там состояние. Они двое между собой. И все время красные и белые. Они все еще не довоевались где-то. Мы упомянули о церкви, враг, друг и так далее. Вы сказали, что это наша церковь, а митрополит Гидеонов за что назвал вас врагом церкви? Никогда не назвал. Слушайте, это вы мне не присылали. Вот это вот письмо... Вот это называли я Блимотиной. Вот это Блимотиной. Этого не было. Ну ни одного слова не было. У него такие восхищения. Вот мне пишет. Столько сделано, сколько вы. Да это невероятно. Хорошо. Тогда просто ваша книга. Это уже тут не отвертитесь. Что? Я не закончил ту мысль. Но я нахожусь у них в синоде. Мы сидим за столом. Митрополит Виталий и они. Отсюда меня не хотели выпускать. Обязательно поехать должен в священном саде. Я говорю, это не мое. Это какой год? 92-й июля. Ну это уже можно выехать. Ну я и там был. Много с ними было где-то. И митрополит Виталий во всем поддерживал. И у него, видимо, старатников таких не было. Приехали какой-то, я не знаю, сакраманты. Или у тебя большое собрание народу. Я говорю. Вдруг он с первого ряда. Ему же под 90 лет было. Он поднимается. У меня микрофон из рук. Вот я сколько раз говорил. Наконец-то нашелся человек, который подтвердил, что это. То есть отношения не какие-то, а отцовские, сыновные. И молились с ним. Я всегда рядом стоял. Он меня на шаг не отпускал. Я говорю, это аппарат Виталия. А который теперь у них, вот этот капрал. Тогда он был секретарь этого синода. И он со мной ездил, беседовал где-то с баптистами. И вот мы сидим, приходит кто-то, жалуется. И жалуется на него. Ну и он, ну видишь, двое мы с женой вышли. Он такой, грижу, печальный. А я ему говорю, когда они вышли. Знаете, Владыка, а они не правы. А почему? Я говорю, гангстерский собор, правило такое-то. А второй вселенский вот так говорит. Да вы что, он сразу открыл? Так, ну-ка, зовите их обратно. И, а ну, Леру, да-то не ходите никуда. А сейчас, говорит, ищут жалобщики, вы меня разберите. Вы знаете, наизусть я, говорю, три года занимался этим. И там ни один, ни два, а семьсот девятнадцать правил. Семьсот девятнадцать. И он меня уже на себя с диктором поставил. Какие отношения? Наилучшие. Отлично. Мы уже сели в машину, а в то время избрали Лавр. Он был сегодня избран, но... И на ходу буквально догнали автобус, и огромный ковер. Ну отсюда, допустим, до Галины. Такой ковер, Лавр, где-то у себя взяли и со мной отправили. Но ничто не дошло. Санкт-Петербург все разграбили. Игнатий Тихович, ваша книжка. Вот там, мне очень понравилось, прямо вот Солженицына живите, да? Любите Солженицына. Вот в его прямо манере начала детства тюрьмы. А потом идет какая-то бухгалтерия. Какие-то справки. Какие-то... Это ваша книга. Какие-то собрания. Какие-то протоколы. Какие-то вообще... Зачем мы это... Какие? Сначала о том надо закончить. И теперь. Это все мир делает. Мир говорит... Он мне не отвечает. Я отвечаю на это. Я еще первый вопрос отвечаю. Который там письмо. Почему так митрополит сказал-то? Все, мы уже поняли, что это... И все. Вы же сказали, что его нет этого письма. Да нету. Одно-то нету. Зачем они это делают? Ну как, зачем они это делают? Он приезжает сюда и с местным митрополитом алтайским. Да. И с ними отец идти вместе. Да, отношения даже нельзя сказать какие. Представьте, крестный ход идет здесь. А он в середине там крапит. И увидел меня. Он сломал этот строй. Вышел, обнял силуиды. Он весь светет. Я, кстати, меня просили обнять Игнария Тихоновича. Я это сделал. Правда? Да. Отношения с митрополитом всегда были несколько выше обыкновенного градуса. Тем более, этот Котов приехал. Он все погасил. Я говорю, смотрите, чтобы заводчики не разделили. Он говорит, уже стучат рогами, чтобы я что-то делал. На русско-народной линии в Москве, православные здания, они сделали запрос. Скажите, кто такой лагерь? Когда меня же учили за лагерь. Да. Два года назад было еще. И он ответил так. Я даже не знаю. Я потом сказал, вы как могли так ответить? Никаких нарушений, ни догматических, ни канонических. во мнении нет и не обнаружено. И далее. Этот человек, какой возраст имеет, исповедник, и требует уважительное отношение к себе, это все на бланке, все это запечатано и отправил. Игнарий Тихонович, про книгу. Зачем столько мелких документов там в конце? Сколько мелких документов? Конкретно. Какие документы? Если собрание было, оно и записано. Как это? Ну мало того. У нас порядок. Если человек опаздал два раза на богослужение, должен быть... Об этом в книге надо написать? А? Об этом в книге надо написать? У нас устав кто-то. Ну а в книжках и начать? Ну а что в этом? Это сохраняется? Показано как надо. Они нигде этого не знают. Сколько у них? Они не знают. Вот местные... А все должны жить по такому уставу? Вот если не православы? Мы говорим, они могут читать и видеть. И вот здесь говорят, сколько было у вас бракосочетаний? Отчет дают? Зачем они дают? В печати? 506. А вот Авреха спрашивает. А сколько развелось? Он говорит, понятия не имею. Ни одного. То есть это проходной гор. А у нас не так. 719 правил все работают. А если не работают, ты не православный. Ты просто фишка. Пустая. Значит православный... Давайте так. Кто такой православный? Православный, который знает, что такое слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Я знаю. И ныне и присны. Он верит в это. И далее. И поет Аллилуйя, и день и ночь. Высшая третья ступень молитвы. Первая простительная, вторая благодарственная, третья словословие. Что касается одежды, манеры поведения, привычек, правил поведения, как он должен у тебя действовать? Вот как я. Может быть православный одет? Ну, в первую очередь без бороды. Вы будете соглашенными стоять. Это первое. Без бороды? Без бороды. Это не я, это Давыд сказал. А мне надо это отрастить. Головозу православную? Ну, я вам говорю как. Я читаю, царь пророк Давид. Умер там соседний, а он решил на Аса сочувствие выразить. А его сын молодой. Ему говорят, да-то пришли сандидаты посмотреть, дороги разведать. И он взял пол бороды и им побрил. И половину одежду отрезал. Давиду сказали. И он их не запустил в Иерусалим домой. Идите в город проклятия Ирихон, живите, пока бороды отрастут. Значит православные должны стоять. Дальше. Они были очень обесчищены. Но когда дочь Якова Дину изнасиловали, она была обесчищена. А здесь очень обесчищена. То есть бронобритие это хуже изнасилования. Все верно. Я вам сказал. Вы не слышали. Там написано, она была... Нет, я-то слышал. Но слышала еще сейчас кучу народу. Вы бритые. Вы все опущены. Я просто что хочу сказать. Только на меня не ссылайтесь. Я вам говорю. Первая книга царства. Я просто что хочу сказать. Это хорошо, что первая книга царства. Но если мы будем ставить такие условия, да, Ну кто же к нам пойдет? Вот это и есть. Мне вчера один сказал. Вышел на меня новый священник. Да кто пойдет? Я говорю. Так и скажи. Дилец. Сребролюбцы. А при чем тут сребролюбцы-то? Ну при чем здесь нет? Сречки что покупали. Другого-то нет. Слушайте. Ну что? Небородатый человек не может верить в Бога? Может верить. Ну? Но только не в церкви. Церковь никогда не знала. Вам не надо рассказывать. В Москве пройдите по всем храмам. По всем. И найдите одного бритого хотя бы на иконах. Одного. На иконах нет. Нет. А внутри на службе все бритые стоят. Ну и пусть стоят. Ислачут, и каются, исповедуются, и причащаются. Это неправильно. Я верно выяснил, что это неправильно. Не по православному. Конечно нет. Для нас образец Иисус Христос с бородой. Все до одного пророки с бородами. Все до одного апостола с бородами. Иоанн Крыштадский. Все с бородами. Не одного. А на кого вы похожи? Слушайте. Но вы меня простите, Игнатий Тимович. Но они же и подтирались, черт с чай. Понятно. Ну и что? Я вам ответил. Больше не надо ничего. Делайте как хотите. Нет. Я просто, понимаете, я что-то говорю. Что? Такой человек, как вы, занят не тем, чтобы использовать колоссальный опыт своей жизни, а занимается, но... А кто-то вы знаете, что я использую или нет. Как вы решили? А тогда это... Да это у нас на только... Я вам объясню. Потому что... Где потеряем? 20 человек осталось. Ну и что? Где детский лагерь? Закрыт? Не закрыт. Каждый год приезжают. Лагерь я закрыл, но теперь по-другому. Приобрели дома. В домах вместе с родителями. Роспотребнадзор. Им и КГБ помогает, и суды, и прокуратура. КГБ помогает всем. Это мы знаем. Вы знаете, что делали с нами. За один год, за два месяца, 15 троевых комиссий. Это знаю. Ну а если это знаете, как я должен вести? Я того ребенка им в руки не дал. Я видел видео, где вы... Спорное видео, где мальчик слезы наплакивает в кружечку. Как вы относитесь к телесным наказаниям? К чего? К телесным наказаниям для детей. Ну как? Как Библия говорит. Не жалею розги. Говорит. Пороть как Сидорову козу. Там написано. Сидоровой козы нет. Там написано. Не жалею розги. Розга трепется, чтобы на это не было. А сегодня лечит в Новосибирске профессор Полипенко. Поркотерапия пьяницы. Серьезно? Абсолютно. Поркотерапия? Поркотерапия. Притом это было с 13 века. Сарские особы в Германии. В 13 веке и ведьмы ж были. Да аргументы и факты. Все газеты печатают об этом. И аргументы. Поркотерапия. Поркотерапия. Как он берет. Какие розги. Сколько. Ну что? Не объяснило. Почему? Когда мужчина порит женщина. Больше результат. А женщина мужчина. Почему? Это называется БДСМ. Не знаю. Мужчина говорит. Я потерял все. Но когда пороли меня, как черная волна с меня спахнула. Это есть название. Мужчина плащет не потому что больно. А потому что как я мог допустить. Потерял директора, жену. Все потерял. Я понял. Православный. Бородатый. С розгами. Это я понял. А он как раз безбородый. Он как раз безбородый. Профессор Пилипенко. Понял. Хорошо. Путин нормальный. Что Путин? Мы каждый день молимся за него. За Трампа. У нас указания. Кстати, у меня не было мысли. Надо помолиться за него. Мы каждый день молимся. За Путина. За Путина. Чтобы Бог дал ему молитву. Господи. Мы обращаемся к Тебе, Господи. Ты знаешь правителей. Дай им страх Твой святой. Памятование о смерти. И сохрани их от покушения на них. Чтобы издавали мудрые законы. Дали достойно жить народу. Чтобы было из чего уделять нуждающимся. За Патриарха молитесь? Каждый день. Каждый день? Каждый день. Но он за Вас не верялся. Но меня не касается. Один человек говорит, я отвечаю за свои слова, а не за то, как Вы их поняли. Это правильно. А какой бы Вы хотели бы видеть Россию? Вот православную. Такие вопросы ставите, я ничего не могу знать. Я вижу только то, что есть рядом. А какой? Какой? Это никакой роли не играет. Надо трудиться. У меня каждый день начинается с двух часов ночи. У Вас понятие какое. Я что-то бросил. Наоборот, мое. Все. Ну только посещаемость какой? А я какой? 34 миллиона просмотров. Не считая ни форума, ничего. Только в ютубе. 34 миллиона человек. Я боюсь ошибиться. Я заходил на Вас в форум. Там 34 с чем-то тысячи подписчиков. Нет. Это не на форуме. На ютубе. Но это не форум. Это форум другой. А на ютубе? Не то. Что не считается? А сайт наш, посмотрите. Вот такой сайт. Сколько там подписчиков? Там нет подписчиков. Там материал. Там примерно 50 книг, насчитанное мной аудио. И 55 папок, которые я отвечаю. В 5 университетах вел одновременно занятия. Три радиопрограммы вел. И там вопросы, которые я отвечал. И то меня заставили. Эти вопросы расширки, которые есть. 4124 ответа. 55 папок. Отдельно мусульманство, православие, работа, колдовство. Вы сказали, что Вы не видите, вот Вы видите то, что рядом. Но я правильно Вас процитирую, если скажу, что Вы говорили, что Вы связываете возрождение потеряевки с возрождением России. Никогда об этом даже не думали. Мы хотим показать примеры, что связывают. Вы не думали. Даже в местной земле. И ничего такого не говорили. У нас у детей лозунг, Россия должна встать. Россия, это мы в обороне. Она должна встать. Встать. А как она должна встать? Куда встать? На Богу. Вот как она встать? К Богу. К Слову Божию. К Слову Божию. Не к тому, что было раньше. Тот раньше, что было к этой катастрофе. Хорошо. Вы меня поймите правильно. Я ведь не скоморочничаю. Я просто хочу понять. Если вы хотите, чтобы Россия повернулась к Богу, то надо быть бородатым. Нужно 500 часов оглашения. Нужно прослушать перед Крещением? Нужно. Ну какой идиот будет слушать 500 часов оглашения? У нас условие какое. К себе никого нельзя звать. Послушайте. Вы ни одного сектанта не найдете. Я вот о чем говорю. Вы можете не звать. Игнатий Тихонович. Другие позовут. И будете вы со своими двадцатью семянами останетесь. Что сейчас и происходит. Потому что вот вы правы. И это факт. Но вы не хотите видеть того, что мир изменился. Я вижу отлично. А чего тогда не бреетесь? А вот написано об этом. Говорит. Мир любит свое. А мир, как называется, прелюбодейный и грешный. Слово Божие говорит. Не любите мира и не того, что в мире. Эти слова мы не можем выбросить. А как так? Ну, я люблю мир. Ну что, побриться под мир, под Месистофелем подделаться. Это можно сделать. Но 4 глава 4 стих Якова. Говорит так. Люди, которые этим занимаются, это проституты. Прелюбодеи, проституты. Но я вашу лексику прочитал. Вот. Это написано. Я открываю вам. Библия. Прелюбодеи и прелюбодейцы. Дружба с миром есть вражда против Бога. Это равнозначно. Вот ты любишь это, это вражда против Бога. Бог сотворил для мужчины. Зачем тебе быть второй мамой в доме? Слушайте, а если вот вам скажут, что вы спасете чью-то душу таким образом. Я бы штаны снял и скакал бы на Красной площади. Не надо пустословить зла. Наоборот. Когда люди видят и соблюдают все, они располагаются. Наконец. Сегодня ко мне только новые. Простой вопрос. Статистика. Да? Один. Пришел Иисус. Пришел Иисус. И стал разговаривать с людьми. И так он с ними говорил, что две тысячи лет идут за этими словами. За какими? За словами Иисуса. Два миллиарда христиан. Да. Два миллиарда. Пришел Игнатий Лапки. Да. Стал говорить. Какое-то время до двухтысячных ладит то и сё. А не увеличивается эта история. А как вы знаете это? А как вы? Богослов. Православный доктор богословия Павел Бочков пишет. Ладно. Но тысячи людей, которые пришли в православие, в московскую патриотику, куда вы денете, которые через него пришли? Вы просто не знаете. Вы не знаете этот масштаб, который Господь показывает. А я... Нет. Это нельзя... Понимаете? Это нельзя посчитать. Они же не приходят в подверг и говорят, я от Лапкина. А так и говорим. Мне просто... Скажите, вот я приведу сравнение. А вы мне ответите, полная это чушь или нет. Вот рождается ребенок в семье. Маленький. Глупый. Срет под себя. Ничего не понимает. И постепенно он растет. Родители его воспитывают. Он входит в силу, что-то начинает понимать. Да? И как-то вот из него получается либо человек, либо не получается. Бывает. Мне кажется, что крещение это тоже рождение православного. Он пока глупый. Он новый. Но у него уже есть семья. А мне кажется, что вот ваши бороды, розги и все остальное это духовные аборты для огромного количества людей, которые бегают. Знаете, как в фильме ужасов. Бежишь по улице и стучишь во все двери. Откройте, помогите. Одна должна быть дверь открыта там, где Иисус. Там сидит Лапкин и говорит, я тебе помогу, только ты 500 часов прослужи. А он говорит, да я сдохну, пока эти 500 часов прослужи. Сейчас вы картину такую написали. Пускайте к себе людей. Пускайте. Которые говорят это. Я просто сказал. Епископ Нон говорит. Входящих от прелюбодейной жизни не скоро допускают до крещения. От трех до пяти лет. Мы это именно делали. Это никто не делает. Я один буду стоять. Но в этой истине Господь и застанет нас. А вы говорите, со Христом пошли. А Господь говорит, все отошли, остались двенадцать. Он говорит, не хотите ли вы уйти? А Петр говорит, кому уйти? У тебя глагола вечная жизнь. Не тысячи, не миллионы. Двенадцать. И еще один будет иуда, а другой будет отрекаться. Это потом придет. И за этим количеством будет крыть все большинство сект. Ереси всяких. Это количество какое? Вы Дворкина знаете? Александр Леонидович Дворкина знаете? Конечно. Как вам персонаж? У него есть одно положительное качество. Он с бородой. Прекрасно выглядит. Ну, бухгалстук басонский, конечно, ему не нужен. Но еще. Вон наступает Новокузнецкий. И там наш человек сидит, Михаил Кальмаев. И он ему записку дал. А как вы относитесь к Лапневу? Он мгновенно псевдо и лже. Он ему сразу встал и говорит, Александр Леонидович, вы не правы, вы просто не знаете. И у него качество положительное. Он сразу дал задний ход. Говорит, ну тогда не знаю. А когда он был здесь в университете, выступал, ему задали вопрос. А я был занятием в АГТУ. И пригласил его туда. Он не пошел. Но его иногда осаживают. В местной патриархии, это епархия, тогда еще не митрополит был. Они решили сделать, Дворкин когда приехал, собрать какие-то силовые структуры КГБ, полиция, прокуратура. Я объясняю, если кто-то из новеньких, Дворкин это секторед, который говорит, что нет юридического определения секты. Это видео такое есть. А мне это, говорит, очень удобно. Кого хочу, того сектор и называют. Да, правильно. Ну, другое дело-то. И его кто-то спросил там. А у меня там близкий человек в завкафедре находится. И она мне сразу позвонила. Встал человек какой-то и спросил, говорит, ваше отношение к Лапкину. Он немало не задумывается мгновенно. Псевдой лепить. Встает в это время, кажется, майор КГБ. Встал и говорит, а мы не согласны. Мы к Лапкину относимся очень хорошо. У него за пазухой камня нет. А меня несколько раз арестовывали. Бедный Александр Медович, как же он выкручивался там. Он замолк и все, потому что там никак нельзя. Мне многие зубы наточили, но зубы остались там наточили у них. Скажите, вот когда я прочел Ваши книги, Вас несколько раз закрывали в психоз. Да. Что Вам там ставили? Какой диагноз? А вот там же в книге все и есть. Ну, ничего там нету. Что Вы мне рассказываете? Полностью. Решение, которое и всего там есть в книге. Диагноза там нету. Ну, два диагноза, которые были в армии, которые здесь вы просто листали. Так моя книга не читается. Она из документов состоится. Вы мне за два дня прислали. Вы чего хотите? Нет. Я сказал, спорить мы на Непалу. Спорит тот, кто ничего не знает. А кто знает, возвещает истину. А Вы мне вообще скажете, что ничего не прислали? Вот. Ну, ладно, не важно. Ну, какой диагноз? Ну, я Вам отвечаю, как Вы услышали. Так на этом разговор закончен. Я один раз даю ответ. Второй ответ будет точно такой же через сто лет. Хорошо. Говорят у Вашей критики... Просто почему? Очень много вопросов от зрителей. Колоссальное количество. Ваши критики говорят, что Вы носите с собой лопатку закапывать... Ну, пока что. Не моетесь в бане с евреями и в ресторанах с жидами не едите. Ну, это мне, священники, желаю меня на чем-то. Я говорю, Вы в церкви 413 и 719 нарушаете 57 процентов. А у нас, в общем, ни одно правило не нарушается. Я православный, я обязан душу положить за это. Там святые отцы. Полторы тысячи епископов на всех соборах было. А они, священники, собрались. А вот ты тоже нарушаешь. А я говорю, как нарушаю? А Вы с евреями в бане моетесь? Я говорю, в бане вообще не хожу, а тем более... Как? А нельзя в корчеве быть с евреями? Я говорю, мы купили батон с батюшкой в саду. Там снег обмакнем, поели. Я вообще в столовую не захожу. Они не знают. А вот когда Вы были в путешествии, Вы же в туалет ходили, и как? Там написано, возьми с собой лопатку. А я говорю, здесь фотографируем. Я ее выкапывал, а Сергей Павлович обязан был уезжать оттуда, пластами заложить, ники нищего нет. И не почему-то, что там кто-то наступит. А потому что посреди Вас ходит Господь. За этим многое кроется. За лопатку. Библия говорит об этом. Без Библии все написано. Вы поймите, что нас слушают люди, они теперь борода, розги, лопатка. Ну вы за нами лопатки, а бородей я отнесу. Ну хорошо, ладно. Ну вот по поводу 500 часов. А вот Вам Матфей 23.13. Давайте. Горе Вам, книжники и фарисеи и лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком. Ибо сами не входите и хотящих войти не допускайте. А 500 часов оглашения это не допускают. Ну не допускают. Они допускают и говорят в мести, ему шаг придет потом. Услышат это, они умилее сердцем сказали Петру и прочим апостолам. Что нам делать, мужи братья? Петр же сказал, покайтесь и докрестится каждый из Вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов и получите дар Святого Духа. Так, это кому сказал? Деяния апостолов. Я говорю, кому? Я не спрашиваю, где? Вопрос. Мы не расслышали. Петру и прочим апостолам. Петр кому это отвечает? Его спросили, что нам делать мужи братья? 2.38. Деяния апостолов. Вы не называете место. Надо называть. И он говорит, вот это сделайте. Он говорит с еврейским народом. Таковы Херстарства Небесные. Это не ребенок Пилата или Ирода. Вы маленько так убедите, с кем он разговаривает. У них это все было. Они обрезаны уже были. Это люди, которые с детства слышали Священное Писание. Только брось семя ножом за слово. А то есть, если ты слушаешь Священное Писание, то ты уже как бы воцерковлен. Оно мимо пройти не может. Нет такого слова. Это одно из самых погабельных слов воцерковление. Воцерковление, да? Нет этого, если рождение свыше. Если рождение свыше, то тебе ничто не поможет. Хорошо. Тогда другое. Я закончу вот это. Римлянам 8-9 написано. Кто Духа Христова не имеет, тот не его. Почитайте предыдущие и следующие стихи. И вы увидите, что ничего еще нет. Да. Деяние 15-20. Вот что решили сами апостолы для новообращаемых язычников. Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, а написать им. Чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавления и крови. И чтобы не делали другим того, чего они хотят себе. И все. И все. Больше ничего не надо. Откуда? Для начала. Это для начала. Для начала. Я ей говорю, крещение – начало. Начало-то начало. Но дело в том, что это было начало. Соборов еще ни одного не было. Ни апостольских правил. И церковь увидела, куда все пошло. И поэтому сказали, вот это так-то. Женщина, когда бывает в нечистоте. Когда мужчина изменяет на сколько лет. Абор сделан, на 10 лет отвечает за церкви. Здесь ничего этого нет. Я просто сейчас думаю вот о чем. Игорь Владимирович, вы говорите все абсолютно верно. И спорить с вами, с точки зрения канонов, надо быть идиотом. Я, конечно, не знаю ничего, но я не идиот. Поэтому спорить не буду. Но есть другое обстоятельство. Что вот все, о чем вы говорите, было в расцвете, когда не было духовных альтернатив. Куда нужно было пойти? В церковь. Много. Пятьсот божеств было. Это да. Но все играли на поле религии. Но христиане могли мирно обойтись. Им сказали... Сейчас. Сейчас. Вы же сами используете интернет. Вы же сами находитесь на новой площадке. Ну, да? А говорите старый язык. Я тоже самое говорю. Без площадки. Перед площадкой. Пусть она сегодня... А в том-то и дело, что надо по-разному. Никак. Каждому вопрос задали. Я говорю, правило Вселенского Собора такое-то. Василий Великов правило такое-то. Я никуда не выхожу из этого. Еще одно сравнение. Знаете, вот когда делают автомобили, сначала делают концепт-карт и проверяют его. И если он, вот первая, единственная модель, если она классная, его запускают в серию. А иногда бывает так, что модель-то вроде отличная, а в серию не запускается. Вот община лапкина. Все здорово. Все по-православному. Все как Иисус говорил. А в серию по православной стране не запускается. Знаете, тут ехали как-то... Даже епископ. А наш епископ Ефрихий Курочкин из Тюмени. Он русско-православный зарубежная церковь. И кто-то стал говорить, он говорит, нет, вам, Игнатий, никогда не зайдите ни к православу. Он супер-православный. У этого 13 лет у нас был епископ. Он увидел. Да, говорит, я приезжаю, я так многое здесь почерпаю. Почему? Потому что светильник должен светить высоко на горе. И кто-то должен показать, что 6-й Вселенский Собор, второе правило. Гласит так. Впредь никто ничего да не изменяет. Сие из глагола трубы Духа Святого. Я это принимаю сердцем. И те, которые, давайте так сделать, просто... Вы просто на самую нижнюю ступень низводите планку. Вот я сейчас с мусульманами беседую. Не низшую. А первую. Она в грязи лежит планка. А она всегда в грязи лежит. И рожаемся мы в крови, в грязи. А дальше мы потом нас убираем. Знаете, Максима Степаненко, за что убрать председатель миссионерского отдела? За что? Он озвучил женщины, которые наживают детей без мужей на стороне, на вторую букву алфавита. И прямо назвал ее, как есть. И как поднялись там, где... И его епископ сразу смел. Он просто сотрудник. И недавно он выдал такой материал о глаголовине. Как люди пожирают друг друга. Я сказал, материал столетия. Я могу назвать. Это епископ Симеонов Максим говорил. Старобраться перешел. И там Дурасов Симеон говорил. И сейчас Степаненко Максим. Вот он все сказал. Что сейчас делается в патриархии? Что делается в патриархии? Вы озвучил его просчитаете. Не буду говорить. Вы не хотите... Ну это опасно говорить? Ну что нет. Это не так опасно. Но дело в том, что мы все время... Я ни один вопрос полностью не могу ответить. У нас еще будет время. Я хочу там глобальные вопросы завтра вообще не с вами обсудить. А сейчас вопрос-ответ. Что? С первой страницы. Потом продолжите. Да. Когда мне Господь открывал все. Я сильный, молодой, здоровый, 23 года. И вдруг мне Господь это открыл. Я в молитву склонился. Первый раз Библия в руках. Меня Бог сохранил от женщин, от куриев, от матерков. И от матери это научился. Но Евангелия не было. Но когда он попал мне в руки... Через полчаса я был другой. Я вернулся на корабль и сразу сказал. Живем неправильно. Жить надо для Христа. И что из этого было? Все. Тряхнулся. Поехал. А я учился в отельное училище. Корабль на другом государстве где-то. А территория нашего государства. Я все должен был бросить. И сказать, Господи, вот я. Возьми меня и теперь скажи, что я должен сказать народу. И Господь это положил. Ни на шаг, никуда не отступи от того, что церковь православная выработала. Эти каноны. А они правила скрыли. Этих правил не было 70 лет. Ни одного экземпляра не издали. Сейчас оглашенные за дети не выполняются. И пяти мини нету никакой. И Англатаус говорит, если священник не накладывайте пяти мини за обор 10 лет. Он гибнет самым такого, кого причащает. Не надо с машиной сравнивать. Я всех привожу святых отцов. Я сейчас только говорил. Вот этот материал. Вот он лежит. Я на эту книгу потратил 40 лет. Чтобы выбрать три выражения явно златоустого крещения, я должен был двенадцать томов. А их всего триста томов. Всех святых отцов. Ефрема Сирина. Два выражения. Я должен шесть томов полностью по буквам прочитывать и записать. Сорок лет. И теперь я им даю... Они диссертацию защищают по этой книге. Я бы хотел, даже если... Я думал, много народу будет. Взял Иван, Игорь Киснул православ и подарить. Вы одни. Примите, Сергей Павлович. Принесите. Одну секундочку. Вы не принимаете у меня подарок, а хотите, чтобы я принял? Да это... Я тоже не буду принять. Ну я... Часы-то зачем мне когда будут лежать? Не надо. На память! Ну память будет так у меня перед глазами. Я должен вам сказать, что вас обманывают. Я еще... Я-то что? Да. Я-то Бог со мной. Вас обманывают... Главное, другие обманывают их. Верят ли другие о вас? Вот, для чего я здесь-то. Мы с вами... Я должен вам сказать это, что можно. Во славу Божию. Так. Милости просим. Эту книгу вы не найдете. Физметическую. Так. Нет. Не надо. Смотрите. Вы считаете. Благодарность. Климент. Как главный редактор. Агунь. А он теперь редактор и социальные газеты. Журнала. Таких мужиков, как Лапкин, должно быть на Руси как минимум 50 миллионов. Вот это комментарии для вас. Тогда Русь возродится. Ну может 10 миллионов, не меньше. Вопрос к Лапкину. Как поношение святых и святынь, а также осуждение монашествующих, ложится в корму православного мировоззрения. Помогай Господь. Вот сейчас я думаю. Понимаете, что ни на один вопрос я полностью не могу ответить. Я уже предполагал, что будет где-то. Я молился об этом? Вопрос. Я вопрос это и говорю. Что такое моно? Моно означает монолит. Один. Неразрывное. Моно это один. Я двумя руками голосую за монашество. Да. Апостол Павел говорит так. Ну не где-то. Седьмая глава. Первое послание Коринфянам. Женатый заботится о мирском. Как угодить жене? А ты в скобочках можешь написать. И никогда ты ей не угодишь. Иначе бы не разводились люди. Они не женаты. Заботиться о Господне. Угодить Господу. Так. Не замужняя. Заботиться как угодить Господу. А замужняя как угодить мужу. И в скобочках. И никогда ему привередиванию не угодишь. И потому так много разводов. И если мы это знаем. Поэтому должны взор обратить на то. Как Богу угодно. И я вам отвечаю во свете Библии. Они не принимают. Святые отцы все доказывали по Библии. И арии, и Нестория сразили только Библию. Всех критиков. Библия. Это главная книга. Которую видел ангела, летящего посреди неба. Которую неосвеченная Евангелие. Центральная книга. И поэтому, что бы кто ни говорил. Вокруг вас, которые говорят. Они мирские люди. Все. Вы знаете, я когда летел к вам. Я читал Антония Сурожского. Да. Нормально к нему относится? Блюн. А? Блюн фамилия его. Блюн? Да. Все, забыли, да? Не говорили про него. Хороший человек. Хороший человек. Ладно, не буду. Доброго здоровья. Спросите о царе Игнате об общении с митрополитом Сергеем. Его ролик был. Так, сейчас сначала об этом скажу я. Монашество. Да, монашество. Когда человек один, ничем не связан. И он идти должен благовествовать. На совести монашество столько, что высказать нельзя. Два миллиарда мусульман могли быть православными. Это точно. И они забились и уходили в песок, не давая потомства. У одного пахомия великого 11 тысяч мужиков. Это дивизия полная. А что сейчас происходит? Я сейчас закончу. А может быть еще кто-то забивается в песок? Да? У себя в общении. Когда нужно вести народ в другую сторону храма. Я хочу закончить мысль эту. Извините. Поймите, что речь шла не просто мне. И вот, знаете, Брянчанинов объезжает свою епархию и приходит к выводу. А худо или бедно, было 1275 монастырей при эдреволюции. И он говорит, едва ли четыре, в которых теплится жизнь. Монашество кончилось. Пятый итог он говорит. Остались актеры, но они ничего не сделают эти актеры. Уже все понятно было. Что нужно делать? Идти проповедовать. Да что, это не ко всем сказано. Деяние апостола, 8 глава, 4 стих. И написано, когда началось гонение, Иоанн Златоуц говорит, апостолы, как самые сильные, остались в Иерусалиме. А рассеившись, их костер разбросали. Ходили, написано, и благовествовали. И десять. Все проповедовали. Я жития святых. 1175 житий, их насчитал на пленку. Потом симфонию составил на книгу. В общей сложности мне десять раз пришлось прометелить. И говорю, другого выхода нету. Семя не посеяно. Первое отслышание, а не то, что носом мы унюхали ладом какой-то. Не то, что проглотили. Единственное, отслышание, отслышание от Слова Божия. И Господь, когда подходили к Нему люди, и Он спрашивал, как считаешь? Православных можно не спрашивать. Никак не считали. То есть наше положение никакое. Люди вообще ничего не знают. Вот мы решили исследовать. С крестилки выходят. Давайте 50 человек проверим. Ни одного нету, кто крестился бы по вере. Вот женщина идет. Другая рядом с ней. Почему? Я крестная. А что вам нужно? Какая причина? Знаете, АБХС. Она директор ресторана. Ее вот-вот загребут. И поэтому... Другой стоит. Он зашел. Мира надо помазать. А там мой брат слушает. Он был настоятелем в Тюмере, в Тобольске. А я подошел, пока священник болтаря, я подошел. Я говорю, а почему креститесь? Мы в армию иду. Бабушка сказала, там убивают. Я говорю, а ты... Ну а Вовка мой друг. Я говорю, а кто Христос? Христос. Один не мог к ней ответить. Он говорит, у нас же какой-то инопланетянин. Ну а что с плохого? Вот понятно? Дальше. В другом городе Славгороде. Бог Бога защиты. Священник заходит. Точно так же. Пока в алтаре, а в то время к ней. Она загнула маленько, ее там мажут. Ни погружения, ничего нет. Крещения нигде нет. Обман сплошняком идет сейчас. Некрещенный, он и непрощенный. Он и не христианин. Вот здесь материалы крещения. 40 лет тут потрачено. 136 свидетельств о полном погружении. А не погружать только одно. Да, это важно. Сколько? Чего? Вот так. А нет, погрузить. Заметьте, в старой обрядстве ни одного без погружения не было. За 300 лет. Баптиисты, администы, все полное погружение, кроме православных наемников. Поэтому не надо тут учить. Иоанн Златову говорит, чтобы крестить, не надо ни одного таланта. А чтобы обратить, нужны тысячи талантов. Согласен. Иоанн Златову, не мои слова. Согласен. Вопрос для Игнария Тихоновича. Как обрести и сохранить твердость веры духа, видя происходящее внутри Русской Православной Церкви? Как правильно реагирует христианин на это? Много, конечно. Я не досказываю тут, не успеваю. Я перескакивать приходится. Ну, это такой жанр. Ну, я отвечу как-то. Я все это знаю. Знаете? Просто знаю. Смотрю. И ответ один. Бог. Когда Григорий Фимович Распутин потянулся в город, ему сказали, ты же возвращаешься. Он говорит, а Бог? Это Бог все сохраняет. Поэтому... Вы, может, читали про это. Я говорил, когда служил во флоте в армии, МФ. Это показывает. МФ – это М и Ф. Вот так вот буквы. Теперь я на пенсии. 10 июня мне будет 80. И у меня МФ – молитва и форум. МФ – молитва. Там написано 164-й псалом. Это стих 118-го псалма. Семикратно в день прославляю тебя за суды правды твоей. Не за то, что у меня сын там прозрел, за суды, за Майдан, за Ленина, за расстрел царской семьи. Прославляю Бога. За все. Вот когда это будет, и это не меньше семи раз. А не написано сейчас, минутку. Не написано, что я стал молиться, и мне пока, значит, Тридцать Святой Царю Небесный, это очень наш, и сто поклонов. И потом своими словами. И в конце поднятие рук. И сейчас в интернете это распространяется. Семь раз в день, не считая утренней и вечерней, еще, получается, в сутки у меня не меньше тысячи поклонов должно быть. И тогда думать ни о чем тебе не надо. Только Господи, и только бы от тебя не отстать. Это Настя Кузнецова спросила подписчица. Но я так понимаю, что она имела в виду следующее. Роптать или не роптать? Не роптать. Никогда. И это на молитве. Мы каждый раз говорим, Господи, научи нас жить и в бедности. Имея пропитание одеждой. Быть благочестивым, довольным. Быть крайне экономным во всем. И видеть нуждающиеся в нашей пользе. Елена Галактионова спрашивает. Как Латкина относится к цифрам фашизации русского народа? Именно. Ну вот какая-то чипизация. Чипизация? Да. Ну и нет, и по этому никак не отношусь. То есть это пока не... Никак. Потому что по этому вопросу в священноначале московской патриархии во главе с патриархом ответили абсолютно правильно. И я все это приемлю. А что они ответили? Ну отметили вот эти пластиковые кашточки, паспорт... Что это без общины. Вот Сергей Павлович сидит. Я когда вернулся из зарубежья, они говорят, снимали оболочку? В Греховритании когда были. Там то другое. Да, делали. Паспорт получил? Получил. Это печать антихриста. Вот он сидит перед вами. Это все записано. Я тогда говорю, скажи, а ты знаешь как узнать? Ефрем Сирин говорит, почему на правую руку начало? Чтобы не мог православный христианин совершить крестного знамения. И католик не может по-своему. Смотри, Сергей Павлович, я крещусь. И он сразу попятился и говорит, виноват, не то сказал. Чур с морозом. Алексей, задайте, Маргарита спрашивает вопрос о грехе Симонии. Я прочитал это, но забыл, что это за грех. Это означает следующее. Симон Волх, колдун. Видел, как через апостольские руки сходит Дух Святой. Они получают право-то на это. Он принес денег и говорит, мне дайте это. А они говорят, в тебе в погибель это. Он сказал, помолитесь обо мне. Никто за него больше не молился. Это Симония, от его слова, то есть, покупать, за крещение платить. А, покупать чины в церкви тоже. Это все, то, что ему ставят не пископы, даже немедленно быть изверженным. Да? Да. А есть такая проблема у нас? В этом все погибло. В каждом храме, они же хитрые попы. И главное сказали, чтобы нигде не было цены, они тогда добровольное пожертвование пять тысяч. То есть, добавили слово, ну, лукавое. И это епископ понимает. Понятно. А вот что, смотрите, наш местный епископ, митрополит, это великий дар Божий, что мы молились, а до этого были сложные отношения. Один говорит, епископ-то был Марсин, Дмитрий, и он прямо говорил, ни одного, нет, не поехали на собрание, чтобы вами не начали, вами не кончили. Этот приехал, митрополит, все, смел, как никогда не было. Изменил все отношения. Нет у него слова, в нашей адресу больше нету. Поясните, а Гребина спрашивает, в Евангелии от Иоанна, 20-23, о чем говорит Иисус, и к кому обращается сегодня? И с этими словами он думал о них и сказал, примите Дух Святой, к кому вы простите грехи, тому они простятся, а на ком оставите, на тех грех оставите. Ну тут, это священство апостолам, которое перешло через рукоположение, но и Пеофан Затворник говорит так, речь идет, конечно, там, где полное раскаяние, человек не возвращается к своему куреву, к женам, или где-то все это. И тогда Господь говорит, прощается. Но если это условие не соблюдено, поп говорит, прощается. А Бог говорит, не прощается. Что будет утверждено на небе? Пеофан Затворник. Не надо обращать людей. Я принес как раз показать. Не просто так, а тревога на душе. И Серафим Царовский, почитаемый, он три дня и три ночи, написано, поднял руки и стоял перед Богом. И не молился ни о царе, ни о стране, а о священниках архиерея. Господи, что я вижу? Что я вижу? Войдут к вам лютые волки, не щадящие стадо. Деяние апостолов, 25 стих. Что дальше делать? И на третий день Бог заговорил, прямая речь идет. Как это было? Не знаю. И Бог сказал, не пощажу и не помилую, ибо вымыслами человеческими не заменились заповеди Божьи. И Серафим остановился. И это напечатано. Самое удивительное, по благословению патриарха Пимена, третий тур настольной книги «Священнослужители», это 601 страница дослова. А вы говорите «не роптать». Павел, еще? Вы говорите «не роптать». Как же тут «не роптать»? Никак нельзя роптать. Ропщущие противены Богу и людям. Ага. Пусть там вот говномесы делают, что хотят. Ну, они так просто. Я их пишу. Вот, заметьте, сколько архиереев. К каждому отдельное письмо. И везде теперь строят уже купели. Говорили, это не строны. Трогаются. Трогаются? Трогаются, да. Вопрос от Марины Прохненко. Как относиться к смещению и заточению патриарха Иерусалимского Иеринея в мае 2005-го? Так, нам тот вопрос ответил сначала. Если Дону, Духа принялись... Кому вы просите грехи, тому они простятся, на ком оставите... Да. Теперь, если это уже получили, спрашивают, получили они? Получили. А теперь, говорит, ждите обещанного Духа Святого. Это только в день 50-ти будет. Еще 50 дней, так что ждать, когда получили? Они получили только на право прощать. За 50 дней кто-то будет... За 50 дней, может кто-то умирать будет. Они дал им силы идти на проповедь. Они сидели 50 дней, и никуда не могли выйти, смелости нету. И в день 50-ти исполнились разными языками, огненными. А Пророк Иеремия говорит, я хотел молчать, я усилился. Внутри меня в костях огонь был разлитый, как будто. Вопрос от Светланы Зуревой. Ну там прям... Вы перед этим последние, которые были, что там? Последнее было такое, это смещение, заточение Патриарха Иерусалимского Иеремии. Никак не относится. Никак не относится. Никак, просто молимся. Мы его в Киеве там заперли. Ну это вообще отвратительная история. А то, что сейчас вы прошли собирать 100 тысяч, там то другое, это детская игра. Это ничего не надо. Это мирские. Ну 100 миллионов вы бы собрали. Патриарх не бросит в казино только. Пусть сидит себе там своих. Ему это не надо сейчас отцу Владимиру. Да я не про Владимира. Я про Иерусалимского Иеремия. Ни разницы никакой нет. Давайте о нем говорить. Не надо сидеть. Иди и проповедуй. Идите и благовествуйте. Проповедовать? Да. Хорошо. Я вот с вами здесь абсолютно согласен. Вот смотрите, вы знаете Жар Лонглин, который там на границе? Форпост фильм поставленный. Да. Михаил Жар. Ну и когда патриарх встретился в Гаване с папой там, и они сразу перестали поминать, и там другие, там Карелин этот, ну кого только не было. Ну и я выступил, я сказал, как будто я против патриарха. Нет, я сказал, патриарх ничего не сделал, кроме того, что уже сделано, уже все окатолично, все начинает бороться-то. А те услышали которые, и на меня сразу выходят, вот вы за нас это, я уже сказал, сколько монахов там? 480. Есть румыны? Есть. Венгрии? Есть. Украинцы? Есть. Распустите это все по два человека, пусть идут благовествуют. Оставьте стариков, у вас 80 детей, ухаживайте. Что вы сидите там? И они сразу от меня отошли. Почему? А Господь сказал, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие с всякой твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет вернуть, осужден. Поэтому если сеешь, 50 процентов будет, не будет. И сеял, 100 процентов терновник. Понятно. А что главнее, вера человека Богу в ходе обряда или правильное совершение обряда? А это не разрывы связаны. Зачем разделить это? Ну как, священник может где-то накосячить. Не надо, не надо. Мы все это соблюдаем и внешне. Я не про вас сейчас говорю. Вы увидите, какой у нас порядок. Я увижу завтра. Да, заметьте. Иннокентий, просветитель Северов, Вениаминов. Он думал, как проповедовать? Жена говорит, внезапно все умирает. И он принимает. А потом говорит, какая радость. И Лесков о нем много пишет, как он в Север. И говорит, чум, снег падает. И они стоят. Они от любого греха отставали, кроме блуда. Седьмой закон, как вы там себе делали эти галочки-то. И вот они, когда уходят, я по следам мог посчитать. Сколько было? Ни один никуда не отойдет. Северные народы. Сегодня 1419 дней войны до Нонбасса, Светлана. Отечественная война длилась 1418 дней. Сколько еще терпеть этого пороха нам? Заранее спасибо за прием. Заранее. Это никогда не надо говорить. Она не знает, что я скажу ей. В первую очередь, начинают. У нас в армию идут все, но альтернативной основой пользуются. И у меня здесь написано, не убей. Скрыто все. Какие были праведники, прославленные, которые категорически против убийства на фронте. Мы большую пользу приносим, как Киприан Карпагенский. Говорит молитвами, чем вы мечами своими. Но если это мы теперь знаем, то, а как Гитлер пришел? Я говорю, вы раньше возьмите. Как у него отца звали? Алоэзи. А вот так. Так вот. Ночь была. С женой было. Ничего не было. Он просто не защищался бы Гитлеров. Но как в России раскулачивали. Вот это уничтожение класса за классом было. И вот Господь... Ну некоторые устояли там в конце моря, крутились. А тут никак. На фронт. Четыре с половиной миллиона сразу. И пошли. А вот теперь они начали Бога искать. И один там доходит 75 килограмм. А осталось 30 килограмм на нем только. И вот он в дизентерии. И он пошел. И, видишь, бумажка лежит. Комсомолец. А бумажку, которая изгорала, там очень наша. И это будет не кто-то, а Бойко. Один из самых известных у баптистов проповедников. А потом будем лагеря здесь считать. Вот как надо было делать. Надо было туда. И поэтому Гитлер, и ИГИЛ там все это бич Божий. Как там на главе. Пришел когда. Белься. Россия вся смесила голову над головой. Это Божье наказание? ИГИЛ? Божье. И он повернул назад, когда молились, принесли икону Владимирской Божьей Матери. И хами, которые стояли наружу, они слышали, как в теночке он метался и что-то кричал. И он сказал, явилась прекрасная женщина. Вокруг неких старцев с бородами. И сказали, поверни назад, иначе ты умрешь. И на нем страх был. И повернули назад, и он напал на астрахамского хана из вечного врага. То есть и уничтожил его, сам ушел в песок. Алексей задает вопрос. Хотелось бы услышать от Игнатия Тихоновича, об основанной на Библии, канонах и церковном предании, ответ на такое утверждение. Мол, епископы, они от Бога. Они якобы непогрешимые, поэтому все теперь должны перед ними на полусогнутых ползать, терпеть любую глупость, дурь, замашки, сумасбродство, нарушения и преступления. Так ли это? Что говорит Библия? Это может быть взято как раз от Степаненко. Он это все ставит вопросы. Может быть. Хорошо. Господь дал нам разум, дал свободу. Давайте воспользуемся им. Не так поступает председатель, там, глава ООН. Я пишу им все, и что их ждет Суд Божий, и какой ответ будет. Всем патриархам писал, всем генеральным секретарям меня вызывали. А так они не послушали. А это от меня не зависит. А ты иди и говори. Будут они слушать или не будут, говорит Господь. Я тебя сделаю скалой, а они будут бурным ветром против тебя. Но в скалам стоит. Вот ответ. Что бы ни было, пока его не отлучили, я признаю его благодатным. А по делам его не поступайте, Господь говорит. Хорошо. Как Вы относитесь к возрождению монархии в России? Я много об этом слышал тоже. Привезли сюда императора, которого Михаил Парнаук со мной встретится. Я не выжил на встречу. Я уже знаю, если Вы часы не берете, могли бы и на встречу не берете. Хорошо, что приехали. Не в часах. Дело в том, что с Татаромомом был царь, а здесь многосерийный фильм. Его должны признать буряты, должны признать мустульмане. Но они же... Чего будут это слушать-то? Ничего не будет. Это пустое. Пустое? Пустое. Алексей Ильич Осипов и говорит, если антиксистосуждено принять, то первое примут это православные патриоты. У них все на это направлено, и под этим видом он как подкатит к вам, говорит. Абсолютно правильно ответил. Вот и весь ответ. Они ничего не знают. Что царь? Почему царь погиб? У меня это все написано в книгах. Открытым оком у меня 30 томов. Вернее 33. Но я слушал про 40. Нет, это с другими книгами. 41 книга. А открытым оком это вопросы, ответы, проповеди. Каждая книга 752 страницы. Ну, я 30 тысяч часов провел за компьютером. И набирал, и сам с 7-го тона вверх ставил и что-то, что-то и даже уработал. У меня в день уходило на солнце 2,5 часа. Но когда пришлось оцифровывать, вот один пример. Я не заставляю. И нашелся человек, Пальгуев Николай, в мои магнитопоны направил, а теперь как с этих скатушек, которые тогда были. 375 метров, это 8 часов 20. На моей идее писали, да? Да. И теперь надо на диске мне сюда. И вот я, надо быстрее сделать. Я в первый день, кажется, 16 часов. На следующий день 17. Не спал. Не отхожу. Восемнадцать. Девятнадцать. И, наконец, последний день, я 24 часа. Дохожу, поворачиваюсь. Глаза открыла. Где я нахожусь? Ага. Разворачиваюсь, до того конца комнаты дошел, развернулся, я не знаю. Господь делает. И все было сделано. Помог, вот сидит Сергей Павлович, графики со сайта святых. Какой святой, за какой день, какая длинная, сколько страниц на него. Это все на нашем сайте. Скажите, вам жертвуют деньги? Не в рублях. Не жертвуют? Никогда. Для меня ни один человек не сможет это сделать. У меня свой закон. Если мне пожертвовали пятерку, я в этот день должен отдать минимум десять. И чем больше мне жертвуют, тем больше я делаю с бедами, как огня боюсь. А, я про часы полю. Вот. Я проговорился просто вам. У меня это, в принципе, в моей жизни. А скажите, вот, если бы вам сказали, Инатий Тихонович, вот возьмите, пожалуйста, безвозмездно, вы умница, вы лучший проповедник, сделайте себе настоящий интернет-канал с супертехникой и так далее. Вы бы сказали, нет. Я бы Игорю Барабашу старости купил новый комбайн, я заранее сказал. Построил бы школу как надо. Учителям в три-четыре раза больше зарплату. Дороги проложил бы, потеряю. Это первое. Ну, мне немножко, хотя бы миллионом сто долларов, я бы распорядился ими. А сейчас все приходится своим горбом делать. И дороги, и столбы, и пруды, все. Я с ними работаю. Короче, с какой суммой вам заходить надо? Ну, я не знаю с какой, но не меньше, как тысяч десять долларов. Тысяч десять долларов возьмете? Да. Потому что это можно реально делать. И до кого-то переведено будет, я не прикоснусь. То есть не ваш. Вот я книги, допустим, выписать книгу. А у вас есть фонд какой-нибудь? Все есть. Теперь, ну, послушайте, что. Мне присылают деньги за мои книги. Ага. Полный комплекс, семьсот пятьдесят евро. Ага. Значит, копеечки-то вводятся. Да. Вы торопитесь все время. У нас введь не резиновый же. Да вы зачем торопитесь? Я же не окончил предложение. Ну, какой же вы журналист? Да никакой. Да никакой. А вы-то давай. Ладно. Я узнаю, кто больше всего нуждается, или детей много. И идем получать. И я, как стигнация, не прикасаюсь, чтобы мне, когда закрыли в паспорт, я поворачиваюсь и говорю, забери. Все. И пошел домой. Если посылка, я с человеком еду в почтовое отделение, он получает посылку, я расписался и пошел домой. Вот ведь как дело там стоит. А эти-то, которые кричат, знаете, Исидор Пилосиос сказал, предвзятость не дает здравого мышления. А злоба вообще отнимают разум. И вокруг вас. Вокруг вас, которые там ахают, охают, ох, Алешенька, да ты пришел на то другое. Эти люди ничего о Боге не знают. Вы встаньте, скажите им. Для Бога трудиться это не просто так. Это ты должен знать их заповеди и нигде не нарушить, и помнить их. Господь прямо сказал, любите Меня, соблюдите Мои заповеди. Ну, заповеди. Считай заповеди. Это 9-9. Блаженны нищие духом. Блаженны плащущие. Вот они, когда научатся плакать, я их попрошу, да. А вы плачете. Случилось однажды. Собрались люди, и они ждали с севера человек приедет, и Библию достали. А Библию тогда достать нельзя было. На 62-й год я там был приглашенный. А человек явился. И они решили мне подарить. А я крепкий, здоровый, сильный. Какие слезы у меня? Железные. И когда они сказали, один брат встал и говорит. Мы решили Вам подарить. Я не помню, Библию взял или нет. Я вышел в коридорчик, там одежда висела. Я уткнулся, и весь вечер там стоял, и плакал, и плакал. И Бог мне сразу дал этот дар. У меня начинается обезвоженный организм. И пишут. Вы видели такое, что он вышел от настоятеля. Я среди его. Два раз становлюсь. На перстеневке там. Отец Кирилл пишет. Об этом где-то. Я там часами плачу настоятель. И наконец он Бог трогает. Ну что Вы так убиваетесь? Вот почему Вы не делаете? Какой же спрос с Вас будет? И Иоанн Затарус говорит. Если одна душа погибнет по твоей небрежности, о священник, тебе всей жизни не хватит рассчитаться за нее. И Иоанн Затарус говорит. Больше сейчас священников, архиереев погибает. Больше. Вот их десять. Минимум шестеро в аду будут. И поэтому Вам не надо ахать и охать перед ними. Это человек на этой должности. У него должны быть тысячи талантов. И они ничего не знают, чтобы сказать. Он нападает. Ну я вижу. Никак. Я ему ничего не могу ответить даже. Если бы он сказал вот это правило. Что Вы мне сказали? Скажи своим вот этим подписчикам. Что им сказать? Они... Что Вы Бога не знаете? Не знают. Они Вам поддакивают. Только я Вас не знаю. Вы никак не доверяйтесь им. А вот ты молодец. Вы там одну минуту увидели. Нет. Дело не в этом. Молодец. А я не хочу им говорить, что они Бога не знают. Потому что я не могу определить. Знают ли я Бога? Да не надо определять. Они говорят. Дух лжи в устах. Написано в 8.44 Евангелие от Иоанна. Ваш отец дьявол. Вы хотите исполнять похоти отца Вашего. Когда ложь говорит свое. И вон лжец и отец лжи. Самая маленькая ложь она дьявола. А в другом месте Павел говорит. Иоанн говорит. Всякая неправда есть грех. А в откровении апокалипсисе говорится. И участь лжецов в возере огненном. Так что как огня бойтесь этих лихоинцев, которые около Вас. Они не знают Бога. И что они Вам говорят? Они должны были Вас приостановить и сказать. Не причащайся. Алексей Викторович, не делай этого. Все, что Вы делали. Все Ваши разводы. Все, что было. Это уже в стадии крещеного Вы делали. Да. И ни один этого не сказал. И Вы пошли туда. И во время, когда причащались, только думали скорее покурить. Да. Ну, да. Ну, что они сделали с Вами-то? А они-то здесь при чем? Они подталкивают Вас. Кто у Вас священник сидит там, развалился. А я должен теперь ночь до утра плакать. У меня пол промыкает от этого. Ткачев развалился и сидел со мной. Что Ваши, которые Вас там теперь... Ой, иконы Николы Щедотворства повесили. Какое отношение к Вам? Послушайте, Игнатий Тихонович, это же просто люди. Зачем они вернутся за это? Что вы это не требуете? Они плакать надо. Они не плачут о Вас. А я-то спокойно к этому всему отношусь. Почему они должны рыкать? Если им нравится. Если они чувствуют утешение в чем-то. А Вы такой богоборец. Нет, не так. Почему Вы для меня дороги, а для них Вы не дороги? Когда я увидел, что Вы прищищаетесь, а упало, Господи, помилуй. Дай Ему еще пожить, чтобы Вы встретились с Ним. Вам писали об этом. Вы приедете туда встретить и больше нигде не встретите. Тут они правильно сказали. Я от Вас ничего не скрываю. Я молился и просил сегодня, вчера всех помолить. Сейчас там молитва по соглашению по всему миру идет. В эти часы. Чтобы я ничего от Вас не скрыл. Я не знаю, что ему сказать. Я подошел к батюшке. Вот встречаемся мы сейчас с Алексеем Викторовичем. Как сказать? Как не оттолкнуть? Не знаю, Господи, положи мне на сердце это. Я не знаю. Я просто не знаю. Мне нужен ответ, от Бога его нету. Меня когда спрашивают, маленький пример. Женщина вышла замуж, в Италии живет. Теперь дети выросли неверующие в Россию. Она любит императора. Звонит мне. Помолитесь, ехать или не ехать. Я говорю, у Вас что там не молятся? В Италии сказали, Вы молитесь, Вам Бог отмечает. Здесь Германия те же слова говорят, а то меня волну пускают. Я говорю, ладно, Аннушка, помолюсь. Я помолился на середину. Как? Я говорю, ответа нет. Неделя, вторая, месяц, ответа нет. Только сказал и ответ пришел. А как ответ получается? Учись, дорогой Алексеевич. Так мне оставшуюся жизнь учиться, я только начал. Вот никуда не езжайте, остались здесь. Мне надо отрастить бороду. Это мне надо отрастить бороду. И лопатку носить. Я молюсь. Я отвечаю на Ваш вопрос. Как я узнал? Я молюсь. Я вопрошаю Бога конкретно. Господи, для этого человека в Италии мне нужен ответ. И она будет слушать. Она, может, сорвется и совсем не туда приедет. И вдруг у меня... Я не вижу ничего, но мысленно протекает Писание, местописание, стих. Я после молитвы открываю, сверяюсь дословно все. Я ее теперь выписываю и я ее зачитываю. Это говорит Примута Соломон, глава такая, стих такой. И что? Я говорю, запиши. Крупно, жирно запиши. Самое главное дальше. А теперь иди и покажи священнику, духовнику. И молись о том, чтобы он тебя расшифровал. И что скажет, то и сделай. Что я на себя взял? Библия-то у нее есть, но она не знает, что прочитать. Она пошла к священнику, помолились и сразу мне... Зачем же к нему послали? Он сказал мне ездить. Я говорю, замолкни. Я об этом молился. И не надо тебе ездить. Я никогда не даю их каких-то решений. Мне не дано. Но мне открывает Бог через Писание этот стих. И иди к тому, кто твой духовник. И с ним молись вместе. И через него Бог дает себе ответ. А я его не знаю и не видал никогда. Но вы хитро делаете там разными словами. Я это не знаю. Вот я пишу стихотворение. Это не три. Три тысячи четыреста шестьдесят семь стихотворений у меня. Четыре тома по восемьсот страниц. Спрашивает много или мало. Вы слышали мой ответ? Некрасов, Пушкин, Лермонтов, Блок. Это чуть-чуть в два раза меньше. И у каждого стихотворения эпиграф из Библии. И напротив каждой строчки место указано. Глава стих, откуда взято эта узень. Я хоть и плохой журналист, но я же должен вас попросить прочитать хотя бы одной стихотворения. Вот теперь смотрите. Рассказать? Ну, сказать. Биографическое меня. Давайте. Оно поется. На музыку положено. Примерь к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня был сделан мышкой. Ни час, ни сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе за обедом стреляют точно в лоб. И давят только вниз. С задачей выжить. И ни одной победы. Хотя, как знать. Когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег. В истерике, в бессиле их измотало. В горных перевалах там свет моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по логам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мои убежища с Давидом. За мной доик бешеный Саул. Они разведали, что я мемет окрыли. А штаб-квартира избран в Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине В последний раз ближу из-под руки. Враги с собаками, с бинокрами в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел, не достигаем вам. Прощай, земля, азарт закона Града. Мой труд, следы, считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле. Застолбить межу. Со златоустом путь житийный пройдет. С той стороны земли на все ближу. Браво. Так я в литературном институте когда рассказывал. А там где фашанин был. Вы где берете тему? Я говорю, вот что в глазах у меня есть? Женщина сидит. Сразу они... Да я смотрю, вы все подморядливаете туда. Понятно? Бог да, так где? У меня как бы первая строка на молитке как бы проплывала. Я сразу раз, бывает 2-3 даже. Это 3 стихотворения. Представьте, вот пачка, в которой продается бумага 500 страниц. Это 7 пачек. Я закончу мысль. Заметьте, 7 пачек полностью исписаны на каждой странице одно стихотворение. И ни одной поправки нигде нет. Так не бывает. Пишу с чистого листа. Значит? Значит? Кто-то диктует. Вот я и на корабле. Рыбацкая шула с вагнами боролась. Боролась стремительно. Крен возрастал. Сметение росло. Но раздался тот голос. И всех по молитву призвал. Волна через корпус не раз пробегала. Был лопастень. Видел плотник. Половник. Как туша убитого кенка в пенвалах. Кора упадут старыми снег. Остались минуты. А дальше развязка. Объятие холодной волны. Над пропастью мглы с цветиной повязкой. О чем бы подумали мы? Наверное, лица родных и знакомых мелькнут в феерическом сне. На жизненной грани. На жутком изломе. На вечно девятой волне. Иные клинут капитанов. Стармехов. Проклятия всем и всему. Окончена жизненная чаша утеха и брошена разом в волну. И последний куплет. Когда мой корабль опрокинет пучина. А рот поперкнется волной. Дай Боже, чтоб к небу своей кончиной других я улег за собой. Круто. Это тоже поется. Скажите, пожалуйста, Геннадий Тихонович, вот 40 книг написано. Аскетическая, огромная, ну почти мученическая судьба. Пять тюрем. Вам 80. Вот свои 80. Что вы можете назвать результатом всех страданий и борьбы? Мне результат Бог подобьет. Что самое главное? Вопрос так еще поставить. Давайте так. Что самое главное? Я отвечаю. Если кто читал книгу отец Арсений, там это хорошо написано. Я узнал, как много у Бога добрых людей. И они почему-то мне встретились. И не просто встретились, а приняли деятельное участие в моей жизни. И дело, которым я занимаюсь. А теперь дело. В интернете считаю. Стручков, Шолоховерт, профессор. Другие пишут. Вы знаете, я встретил человека, более счастливого я не встречал. И на меня. А вы счастливы? На меня. Самый счастливый. А он со мной не встречался. Но в Алтае я встречаюсь. Здесь мэр города Баварин. Вы помните его? Прокурор края. Генерал-лейтенант. Там сидят. Пять генералов. Маленький Сабантучий. День рождения. Я зашел. Они меня приглашают. А потом говорит. Знаете, я не сажусь. А мы только сейчас о вас разговаривали. Я говорю. И что? Знаете, мы более счастливого человека никто не встречал. Я говорю. А какие параметры? Вы делаете то, что вам нравится. Я не просто начальник детского лагеря 45 лет. Я вкладываю все. Самое лучшее во всех лагерях мира я собрал у себя и показываю. Ребенка привозят. Директор Косовского института Ксения Дэмон услышала. Попросилась. А там сельской башни дали Юре сопровождающего потеряевку. И ребенок... А потеряевку много? Месяц проходит. И родителей никто его узнать не может. Что случилось? Молитва. Природа. Купание. На лошадях. На лодках. Я им все передаю, что есть. А молитву можете исцелить наркомана? Я не могу о всех сказать. Я видел это. Видели? В лагере видел нигде-то. Знаете, Господь сказал, что говорят делать, а по делам не поступать. Так сегодня нельзя даже делать то, что они говорят или что попало говорят. Скажите, а Герман Стерлинов? Как вы к нему относитесь? С большой буквы разрушитель. Это первое. Обманщик с самой высшей... Он же с бородой! Обманщик с бородой с самой высшей марки. Значит, бывают обманщики с бородами? Конечно. Ну, отвечаю. Я отвечаю. А если с бородами бывают обманщики, может быть и хорошие люди бритые тоже бывают? Хорошие. Но только они должны быть с бородой, когда услышат его. И у вас это бородавлете написано. Заметьте, мы идем в небесный Иерусалим. А Давид... Зимой Иерусалим не поступил, пока бороды не отрастят. Это для нас. А Давид это псалдыр, написавший. Царь-пророк. Сын Давидов. Ну, нельзя играть этим. То есть, вообще, да? И на деле тоже ничего не будет. Не касаться. Ну, ходи. Смотрите. Фридрих Энгельс. Борода. А у Карла Марса поменьше. Борода. Следует Сын Ленин. Клинышко. У Сталина усто. А у Хрущева на голове еще нет. И один за другим идут. А вы знаете, шлистика Перестройки в Горбачева все заложены. Чего? В чем? Со мной в камере сидел преподаватель второй группы эксамонавтов. Да, я читал. Считали об этом? Горбачев, фамилию нельзя было придумать. Она мистическая. Вот заметьте, какие соседи у нас. Вы найдите их первоначальные буквы, фамилии, чтобы подряд три соседа и ваши буквы сошлись. Не будет. Это первые лица государства. Брежнев. А. Горбачев. Ба. Андропов. Чер. Черненко. И следующие ельцы. Четыре. Друг за другом. Одной фамилией. Этого не бывает. Это показано было. Конец пришел. Почему? У Бога все трижды. Первый царь Михаил Романовский. Дальше царь Николаев. В пользу Михаила Ставрова до 3 марта 17-го года Михаил. И конгломерация разрушает Михаил Третий. Владимир Первый крестит. Второй Ульяна приходит раскрещивый. И третий придет. Видимо, антихис уже три. И первый Вавилон разрушен. Второй Константинополь, 1543 год. И третий Вавилон, это третий Рим, Москва, сожжена будет в один час. Как Вы относитесь к пожару храма Нотр-Навка? Никак. Это какой-то знак? Никакого знака нет. Ну не то, что там Сапчак бы, Сеня Анатольевна написал. А я говорю, дура, ты совсем не знаешь. Уже больше миллиарда евро пожертвовали. Это вообще. Я сколько раз говорил, ну найдите, дайте, чтобы мне денег-то дали. Ну не, вот сейчас, может там. Да. У меня Игорь куда-то правил. Он убирает хлеб. 450 гектар. Вон там на веревочках все лопается. Давайте тихо, Новеич. Вот поколение, которое бородатым жертвовало деньги, оно вымирает потихонечку. А новое поколение смотрит на бородатых с часами по 30 тысяч евро. И думает, да ну в жопу. Бороды эти. И не верят этим бородатам. Ну пусть не верят. Шарм был. Вот мы говорим, никому пользы не принесет. Но я от Вас ничего не скрыл. Господь мне положил на сердце, не скрыть. Вы только потом поймете, как я Вас полюбил. А я от Вас тоже ничего не скрыл. А это означает что? Что никогда. Как вот отец Владимир. Я бы мог что-то сказать. Но уже в его адресе я никогда ничего не скажу. Вот Степаненко. Вы взяли от него что-то моё о ком-то и отозвался как-то. От него взяли, люди перекинули. Я на него никогда ничего не скажу. Потому что были у нас добрые моменты. И теперь всё. Он принял моё сердце. И поэтому нужно материалы какие, прочитай. Но моего слова никогда на отца Владимира не будет. Потому что он, как светоч, восстал. Сказал. И они не поняли. Они свою немощь показали в этом. Они могут только грызть. И он сказал. Вы пожирайте друг друга. Сразу, как только закончили, нужно следующее. На почвову бросились. Дальше кто? Что интересно. У них у всех взять? За что обвиняют? У них десятой доли нет, что за мной. Представьте. У меня 40... Сколько? 38... 40... 43 книги у меня. У меня жильё брать можно. 14800 роликов. Да мне чего не брать-то? Они не могут. Книги затребовали четыре миссионерских отдела. Там и заглохло. Дальше Дворкину отдали книги. Дальше Одесский мужской монастырь. И, наконец, затребовали, говорят. Киево-Пещерская лавра. Центр православия. Уже пять лет назад взяли. Ни слова. А почему? Если они будут дальше видеть, они поймут. Что они делали? Они не то делали. Ничего они не поймут. Нет? Они понимают. Они сказали, говорят, что они не самоубийцы, чтобы вам что-то говорить. Они могут просто так где-то взлать, как этот Георгий. Это они могут. А дальше-то ничего нет. А я знаю почему. Они знают почему. Потому что пустоту бьют. Я на том месте уже ушел. Я уже другое дело делал. А я знаю почему. Но я это скажу, когда мы будем прощаться с вами. Вообще, когда завтра будем прощаться. Ну, 15 лет моей книги. Могли бы они представить? Тем более... Не поэтому вас боятся. Не поэтому вас боятся. Я знаю почему. А на сегодня, друзья, мы прощаемся с Игнатием Тихоновичем. А завтра мы едем в общину. И мы посмотрим про то, что сегодня говорил Игнатий Тихонович. Ну, завтра... Нет, это просматривать нет. Вы мне нужны. Завтра вам слово будет представлено. Мне? Всегда. Это наш порядок. Кто бы ни приехал, гостям представляем слово. Пусть он даже и Игнатий будет. А что я могу сказать-то? Скажете. 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 У меня нечто сказать. Или так скажете. Или скажете, действительно, сюда прилететь из Москвы в один конец. Сколько билет стоит? Ну, прилично. То есть? Уточните. Я не помню. По-моему, я за билеты заплатил что-то тысяч 18-20. 36. 36. Это что? Даром? И приехать, я все думаю, человек приехал. Вы что-то каждый раз 3300 километров от мафии ты встретили следомочий? Нет. Нет. Это неординарное дело. Я приехал, потому что отец Головин вас любит. Я приехал, потому что Курай вас любит. Курай не знаю Головин, а знаю, тоже люблю. Да. И если он говорит, что человек стоящий, то есть человек стоящий. Да он если бы так сказал, то бы сошло еще. Но он такое обо мне говорит Головин-то, отец, что это вообще. Он не один раз уже высказывался при том. Я, мне другой человек про вас все разъяснил. Да я это скажу потом. А сейчас я тогда поеду готовить вещь на завтрак. Спасибо за просмотр. Спасибо. Так вы приготовьтесь, я вам сделаю большие подарки. Новый завет, единственный за 2000 лет с полным толкованием с откровением. Спасибо. Сколько у нас вы написали там по времени-то? Сейчас встретим. Отлично. Так что тут нам уже как-то вы не понимаете? Сейчас, сейчас, сейчас. Смотрите. Завтра во сколько? Так, Сергей заедет, служба у нас с восьми, вы хотя бы минут на пятнадцать раньше ознакомитесь с правилами. Ладно. Вот. Вы знаете, не пожалеете. Вы не хотите прийти к нам на службу? Кто? Я? Да. Мы можем разрешить. Но у нас порядок такой. Мы не должны проситься. Мы никого не приглашаем. У нас это закон позволяет. Просить. А когда спрашивают, а почему вы не хотите приглашать? Потому что люди могут увидеть карикатуру христианскую. В смысле, а? Ну, не те же, за кого посчитали. Заводчина говорит, что далеко с вами жить, а рядом невозможно. А это, кстати, точно так бывает. Вот так. Я-то думал, мы будем сидеть за столом. Я столько приготовил. Да я просто только нажимаю, что все надо, доматом сохраняется. Так, вы снимаете, все. До завтра. До завтра. До завтра. Давайте обниму вас. Спасибо. Я очень рад, что вы приехали. Я тоже рад. Добро, даже уехать другим. Завтра будем говорить еще. Хорошо, ладно. До встречи с вами. Я вам облегчу труд. Бритву в руки не берите. Вы будете совсем по-другому выглядеть. Хорошо. Ладно. Я бритву не буду. Ну, ладно. Так. Спасибо за книгу. Слава Христу. Эта книга нам очень трудно. Сорок лет над я работал. Так, ручку-то дай. Есть ручка? Есть ручка? Есть ручка. Мне надо, чтобы и найти. Тут мне написал. Тут я могу написать. А попросят на новом залете. Я никогда не пишу. Сейчас. А тут мой материал. А вот. Просчитайте. 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 Еще секунду. Мне надо прикосить. А вот. Попадайте с вами. Сними сейчас кусочек. Дух лжи в кустах. Вот так. Так. Все записалось хорошо. Сними вот так вот. Кусочек. Как мне это стикнуть. Подписывай. Вот так. Да. Вот так. Нажимай красненько. Все случилось, друзья. Это уже после интервью. Белик не стал вам показывать. Потому что дурная примета. Как меня не растерзал на детей, еще не знал. А мы с ним обнимались. Алексею Шахутову. Одно слово. Ну. А завтра мы поедем в общину. Игорь Тихонович говорит, что мне надо будет что-то говорить. Да. Такой порядок у нас. Так. У меня относительно вашей фамилии вопрос. Да. Это сегодня у нас двадцатая. Да. Четвертая. Две тысячи девятнадцатые. Да. Так. Вашу фамилию когда вам присвоили? Это фамилия моего деда. Дело в том, что когда фамилии давали в России, то в этом и шахмата не было в народе. В самокосах стоит. Это только позже давать могли деда. Нет. У меня есть армянская кровь. Польская. А дедушка. Польский это лесовский и новинский. А в шахматах это не родной дедушка. Ну, шахмат не было. Не могли они его называть шахматом? Ну, откуда я знаю. Иначе. Ну, расскажите, Латвий что вам говорит? Тяпкин, Лямкин, Гоголь. Нету. Да, говорю. Фамилия тогда была. Рассказали там бабки, что мой дед, который прадед был-то, он был каллигаропистом. Это только на деньгах расписываются такие. А люди иногда жаловались и его высчитали. Так он научился писать ногой. Ногой писали, прозвали Лапка. Это жалобы, когда люди жалуются на местной власти. И он ногой писал, чтобы его оставили в покое-то. С Богом. С Богом. С Богом. Слава Христу. Давайте. До завтра. До завтра. Пишите. Я обычно даю, когда пишу, то пишу, что пожелание какое-то. Пишите. Уже то, что тут вашей рукой, это уже. Только расписатель. Смотрите. Пишите. Такой порядок. Докумировал относительно вашего фамилии вопрос. Это сегодня у нас 20-й, он очень твердый, 2019-й. Эта книга, она не есть такой книги ваших. Здесь на все вопросы вы найдете, там семья, семье, как можно относиться. Ну, что вы ей задали, там есть, но там все документы из древности, из Библии. И когда будете читать, вы внутренне почувствуете, это один единственный выход. Никогда над Божьим не пытайтесь командовать. Никогда. Чтобы мужа не сделать подкаблучником. Только молитесь за него и молча терпи. Жена-то учится в безмолвии, а учить жене не позволяя не властвовать над мужем. Так апостол Павел учит. И вы никогда не пожалеете об этом. Он не будет искать лучшего. Он поймет, даже если будет неверным, он все равно будет вспоминать. Вот какая она у меня была. А вы простите его, если что-то случится. Библия так говорит. Спасибо. Ради вас Господь. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра. До завтра.